Кстати, мои уважаемые зрители, подписчики, ну и особенно новые подписчики, вот тут помаленьку идет работа над приятным для вас сюрпризом, о котором будет мой следующий достаточно веселый фильм. А пока Юрич пару слов скажет о литературе, вернее о том, что Юрич тоже имеет какое отношение к литературе и в связи с тем, что сейчас вот в РФ выборы, да якобы шоу, ну как бы кое-какие вопросы, которые Юрич поднимал аж в 13-м году, до сих пор актуальны, не ответил никто на них. Ну а вообще история моего, как сказать, книгописания давняя, в 2007 году я в принципе составил материал, написал техническую книгу по аудио с кучей формул, с кучей примеров, со схемами, но к сожалению издать ее не удалось, потому что несмотря на то, что была ценная прорывная информация, за эту книжку с меня все жирно хотели содрать денег. То есть за книжку с технологиями, с теориями, с меня хотели же инженеру, у которого ни копейки не было, которого там с одной работы сократили по оргштатным, с телевидения, с телепередатчика, с радиоцентра. Начальником я был, сменой. Ну и вот, и как ни странно, теперь технические книжки меня мало интересуют, но меня интересуют больше люди. И вот, получается у меня жандр какой-то сатирико-эпистолярный, больше как у Салтыкова Щедринана. И на форуме родилась интересная тема в разделе приколов, я просто вам ее прочитаю. Тема называется «Рефи – страна говноедов». Ну, сейчас так модно, да, люди читают какие-то тексты с ютуба. Правда, тексты это не их ворованное, а я читаю свой текст, поэтому в этом плане я полный оригинал. Причем это все было на мое день рождения, то есть, а, это на 9 мая было, да, после 9 мая мы встречались. И как бы, ну, прошло 18-й год, практически 5 лет скоро будет, то есть, можно, вопросы остаются актуальны. Итак, начали. Вчера по случаю, кстати, это на моем форуме, вот по этому адресу. Кто не верит, зайдите, прочитайте, там большое продолжение. Тут касается многих вопросов. Ну, ладно, читаю, как оно есть. Вчера по случаю праздника было застолье. Ну, за Чаркой другой с братьями по оружию зашел разговор про житие, бытие нации-победителей и так далее. Начали изучать состав продуктов. По большей части не из тех, что на столе у нас были. На столе у нас была полная натура от кальмара и помидора до собственного вина на меду. А не того, что в гипер-супер-пупер-маркетах. Там ужас пальнейшие. Пальмовые масла, технические масла, всякие е-е-модификаторы, предки-е-мобили и другая синтетика и просроченная говно. И куда бедному горожанину податься? При том, что поля, луга, теплицы и другие сельхозугодия, пасеки вокруг города, разорены, заброшены, задушены налогами, заебаны долбоебами чиновниками, порыглыми паразитами, сосущими кровушку и всего живого и честного дела. Ну, то есть, понятно, кто с бизнесом сталкивался, я не открываю ничего. В общем, в течение 20 лет народ РФ тщательно, приучали. Есть говно, причем в промышленных масштабах. И надо сказать, план удался, а как теперь не производящий ничего, кроме говна и тонн, налоговой бумажной отчетности, россияне готовы жрать даже собственное говно, если оно прошло в рекламе первого аналога Малахова. Ну, тут нахалово стоит. Или просто тыпа вошло в моду, как пирсинг, пластик и окна, выделяющий хлор и прочие химические вещества, из тех, на которые бойко реагирует войсковой прибор химической разведки. ВПХР, ну, кто сталкивался, знает, что это за прибор. Я удивился ходу мыслей друзей, сказав, что в аудио произошло ровно то же самое. То есть я сидел вот и слушал. И тут, конечно, решил встрять в разговор. Что, так сказать, пищевой и другой жизненной индустрии. А именно, то же самое приучение людей к потреблению говна, начавшаяся в дерьмовой китайской блестящей кухне эпохи конца 90-х и закончившаяся тотальным инженером культурным регрессом и деградацией, выражающаяся отсутствием нормальной музыки, ее запись, недорогое сравнение с зарплатой человека аппаратурой для ее прослушивания. Наглые китайцы не смущают, лепят ценники в 1-2 килобакса. Ну, кто видел последние фильмы, там уже 8-10 килобаксов, да. Это я напомню 2013 год. Лепят ценники 1-2 килобакса на свои говноусилители. Иногда дороже бренда. А бренды нагло лепят такие вещи, от которых, ну, просто вянут туши. То есть, такой привитизм, соревнуйся с китай тщатиной, цени, что просто хочется забыть, что у этих фирм брендовых была славная инженерная история временами. А всякие лжеавторитеты, говноэксперты обосновываются тестами, гламурными статейками, что потребление аудиоговна это кайф, пик достижений современной аудиоцивилизации, что это нормальный цифровый звук, бля. И он не может быть дешев. Хотя, каждая лень в тундре с рогами и без знает, что цена продукции есть функция товарно-стоимостного анализа и с ростом количества продукта, его качества. Она имеет тенденции к резкому снижению. А невменяемый ценник имеет только произведение искусства или уникальные вещи, изготовленные в единичном экземпляре. Ну, тут как у меня. Вот такие веселые наблюдения, из которых родился и вопрос этой темы. Рэфи – страна говноедов, а ли как? Ну, я как русский человек, как инженер по духу и творчеству, немного колхозник-дачник, в практике знаю, что говно является лучшим удобрением. А раз так, то на его удобренной, можно сказать, аудиоговном почве когда-то, возможно, из семени, из какого-то вырастет нечто большее, полезное и, главное, вкусное в музыкальном и художественном содержании. Может, даже космического масштаба. Да и в цене тоже, как бы, приемлемое для людей и распространенное. Ну, в общем, такова философия развития технологий тракта Кунаширского. Ну, на этой оптимистичной ноте, верой в правильность своих трудов, цели я завершу, пожалуй, мысли. Это вот такое вступление, можно сказать, начало форума. Тому, кто меня не понял, еще раз внимательно перечитайте мои слова, желательно расслабившись под хорошую музыку. Ну и, собственно, вот семечко – это все мои труды. Канал, форум, так что дерзайте. Семечко в ваших руках, дорогие мои зрители. До свидания. Ну, а следующее кино мое будет, собственно, уже совсем конкретно. Жаль, оно долго качается. Материалу много. Неделя, неделя работы компа.